Родившийся в... Родившийся в... Каком? В 755 году? Скончался 1700. Тысячу лет жил. Да, в 1790 году он скончался. Тысячу лет жил. Это могила Дракулы, что ли? Я не пойму. Января, второго дня по полуночи жития. Его было 35 лет. А, 55, наверное. А, 55. В 755 году? 35 лет. Это лип, мне кажется. Никогда не делали вдавленное. Всегда раньше делали это самое. 35 лет. Подделка 19 века, скорее всего. Вполне возможно. Но довольно-таки вот интересно. Про тысячу лет. Там кома прочее. И орнамент вот. А что там? Один забыл. Так, он лежит на бок. То есть вверх, это вот с этой стороны было. Вот так надо смотреть. Вот так, а здесь у нас солнышко. Вот оно. А здесь все разбито. Так, а это вот вообще интересно. Это была фотография, да? Это была фотография. Дату. Хоть одну дату здесь вот увидеть. Водой бы полить. Полить водой было бы лучше видно. В память. В память. Вот дальше непонятно. Ну, это явно была фотография. Здесь просто табличка прикручена. И ничего больше нету. А здесь вот кусок железа. Здесь покоится прах подполковницы. Марьи Васильевны Хлебниковой. Родившейся 1780 года декабря 31 дня. Скончавшейся 1825 года августа 15 дня. Это стальная плита. То есть за 200 лет она не сгнила. Ну, чуть-чуть коррозия есть. Но она... Это новая плита. Целая. Новая? Да. Ну, новая как? Она не 825-го. Она 895-го. Угу. Здесь вот просто камень из середины вынута. Так. Ну, здесь камень с символом воскрешения. Под этим камнем положено тело полковника Ивана Михайловича Самарина. Родился 1753-го года. Он скончался 10 апреля 1830-го года. Опять 1830-й год. Довольно-таки интересно. Самарина. Здесь вдавлено. Тут текст уже не прочитать. скончавшегося в 1816-м году. Так. На сей месте погребен конной гвардии корнет Степан Алексеевич Бестужев Рюмин на 1960-м году в добровольной его жизни, добродетельной его жизни 13 марта 1814-го года, скончавшегося сия доска покрывает. И опять место под фотографию. Господи, прими дух мой с миром. Так. Ну, это молитва. Корявый почерк. Буквы пляшут. И строчки пляшут. Это писалось уже по жидкому раствору. Но отдельный. Это кусок гранитный, вложенный в эту. Трипа. Вот это? Слова доска. А писали без гласных? Когда? Сейчас, Настя, я этой рукой камеру трясу. Ну, по-славянски писалось без гласных. Ну да, четверка большая. Я говорю, а в этом году? Ну да, не в 814-м, конечно. Ну так ты по-славянски писалась? Ага. На сем, да? Вместе, да? Ага. У ее нет точек. На сем вместе, получается. На сем вместе. А ее уже было. Ага. Или не было. Буква Н. Как это самое. Это... Это... Да, да. Сборная солянка из разных. Твердый знак. Кривой. Ага. Как буква З. То есть это... Это сборная солянка из разных стилей. Да, из разных стилей. 60 бы они так никогда не писали бы. Четверка чудная. Да. Его жизни. Безграмотный? З так не писал. Смотри, как мужчина. Как мужчина. Угу. Угу. Я заметил вот что. Значит, по крайней мере два стиля точно, если не больше. Угу. На писании 19-го века есть. Угу. Буквы разные, они похожи. Угу. Вполне возможно, что это и есть, только это не здесь. Угу. Ну, это слишком поздно уже для этого времени так писать. Нет. Я не к тому. Ну, в Ленинграде может быть так писали, а в Москве по-другому. В Новгороде по-третьему. Угу. То есть вот разница. Я ее чувствую давно еще со школы, еще с 70-х годов. Угу. Угу. Отличаются стили написания. Причем московский очень похож, как вот «Правда» печатала. Угу. Вот эти буквы. Очень похож на то, что в Москве было сделано. А все остальное вот, ну, не знаю, Петербург или Новгород, или еще что-то. Угу. А потом... Я вам очень хотела спросить, а что это всего облучилось? Вот и тут есть. Глаз Масона. Глаз Масона. Глаз Масона. Вот фишка, фишка вот чем. Сейчас мы туда дойдем. Вот интерес, здесь и известняк отсюда гранитное вложено. Это не гранит, это этот самый... Мрамор? Мрамор. Да. Ага. Мрамор на нем нацарапано. И дочь... Ой! Он легко так качается. Это самое. Вот они одного времени, где-то есть вот эта фигня. Ага. А где-то нет. А где-то нет, да. Ну и что это? Это разная вера была, значит. Согласен. Здесь пристанет. Здесь есть. Здесь тоже нет. Ну вот это, это видно подделкой сразу. То есть здесь буквы все пляшут. Нет, нет. Вот этот выполнен вообще... Так и я нарисую. Дело в том, что вот эти вот наполеоновские воины, так называемые, не шли, не сразу все захватывали, а постепенно захватывали нашу верхушку. Купали там, князей, вождей и прочих всех. Получается так. Может быть, постепенно переходило. И, может быть, и писалось так. То есть где-то, где-то неграмотно писали, как вот здесь буквы пропускали. Там четверки какие-то непонятные. То есть не было единого ГОСТа. Так же, как размера кирпича. Главно, здесь у нас в Москве делали так, а в Твере делали так, а еще где-то так. То есть не было. Где было производство? Хорошо, вот они эти самые. Где отливали этот металл? Заводов нет? Да, да. Где это делали? Где его плавили, в конце концов? Ну что Кавишка? А, ну давай. Спасибо. Боже супер Council? вот этот гранит интересного размера кусок а тут муж и жена под симками погребены тела покойного александр покойные супруги его васильевича так александра васильевича сухого интересно сухого сухого кобылиной первая строчка значит идет полностью а потом идет вот так со второй строки покойный александр васильевича сухого то есть вот этот может быть и было что вот этот так нарисовали ну то что это выдалбливали это видно вопрос в том когда да там таким небольшим конца 19 века переходу интересные углы они да все таки не они ну как сказать они пиленые но тут вот такой есть закругление то есть он не под 90 градусов не не угол то есть тут закругление такое ощущение что ну как бы точили кругом который уже подтерся ну так вот если так сказать то есть вот тут вот например еще есть какой-то угол а вот тут угла уже нету то есть тут прямо круглая хотя надо дать должное вот эта поверхность хорошо вот так вот отполирована то есть крест он не наклеен вот это 100 чинут эта поверхность нет этот отполирована а есть такой по выдолблено дать скончалась 701 году это 815 что не 14 я ждали камень не ставили или переделывали память то есть сначала положили один потом тут убрали положили на 2 звене раньше так не хоронили рода потом и 50 с лишним лет ему 67 лет никто тоже заказывал а мне кажется этот камень он он стоял вообще не лежал даже потому что здесь вот более я там с не тут темнота он стоял вертикально а потом его взяли и написали здесь надпись а вот сравнить два креста то есть это это одна вера была два разных креста западная пропаганда потихоньку распространялась а здесь вообще нет никаких крестов гранит это кусок гранита такой здоровый вот тут сбоку видно что это гранит отсюда даже сверху непонятно гранит гранит так почему держал не кололся только кололся но не муж когда повозили тросами могу может быть причем хорошо так отполирован то нас сейчас мы на тут ряд перейдем не только отполирован паск снята а фаск снята острой подругой то есть это свежий да ничего не износился свежий ну потемнение темнение сильное здесь он ему 100 лет не 200 как здесь написано что ну да за 100 лет вполне мог там и тут тоже похож на гранит но вот тут погонит гранит похоже да как будто выдолбили тут уже не пилили тут от долбили тут все долбили долбили выдолбливали все сдолбили это не это самое тоже не лежала вода стоит то есть это либо стоячий да либо свежий да да таким сборчиком не могли лежать и сделать конечно гранит и это гранит но с такими вставками это скорее всего уже подделка какая-то то есть изначально была одна надгробная плита потом даст это стесали сделали вставку но это могли сто и 200 лет назад сделать но это как бы уже подделка того времени да и сейчас так делают мы тут вообще все стерлась ничего не видно вот здесь вот такой крест смотрели сейчас границ 800 года а вот 900 вот он кроме да вот где паска где это самого стена она все все засти затерлась на что-то новодел ну тут есть фасочка такая небольшая где она мягкая ну да но острых углов нету 25 января 825 года вот она подделка это даже экспертиза не надо то есть тут что-то сдал сдолбили отполировали а потом написали коряво все буквы пляшут расстояние между буквами разное тут даже не надо иметь 7 5 во лбу сказать что-то под но может быть подделка того времени но это не изначальная надпись снимайте да 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 хорошо но это то же самое как и как и вот этот переходим к этому ряду край очень острый такой правильный а здесь что-то сбито причем сбито очень ровно до ксения михайловна соколова родилась восемьсот тринадцатом году скончалась 9 декабря восемьсот девяносто шестого года вот буквы выступающие здесь фаршавая не отполированная таких острых переходов нету но относительно острых похож на настоящий еще такой вид креста баронесса юлия григорьевна рено родилась в 1838 году скончалась 27 лет 901 года на 7 месте погребен тайный советник и ордена святого равноапостольного князя владимира большого креста второй степени кавалер александр дмитриевич карпов переселившийся вечное блаженство на шестьдесят девятом году от рождения декабря пятнадцатого дня восемьсот пятнадцатого года оставляя по себе вечную горесть супруги своей потерявший в нем нежного отца и верного друга покойся милый прах до будущего моего с тобой свидания варвара григорьевна роман родилась 842 году михаил альфонсович роман родился 867 году интересно здесь есть крест здесь нет креста здесь опять есть не какие-то не одинаковые прям вот этот железная тяжелая в общем стальная плита насти хватит метаться и смеяться тут я в видео записываю на память святые мученицы анисии и преподобного вот так вот а здесь полка в треугольнике череп с костями креста нет а здесь вообще такая символика непонятная и не око в треугольнике и не крест в возе почивающую здесь наталью никитишну вдовствующую супругу прапорщика николая михайловича на щекина черь сов и сенат никиты михайловича жлябу узского жлябу узского на 65 году добродетельной ее жизни 22 мая 1793 года скончавшуюся сия доска покрывает эта доска это чугунина которую поднять невозможно 1793 года здесь таких досок целый ряд это ведь металл где-то делали вот треснут треснутая пополам значит крест воскресенье череп с костями и еще какая-то символика непонятная даже половинку я не могу поднять око в треугольнике православный крест под сим памятником погребена раба божия елизавета дочка левского ассессора михайлы михайловича балка так скончавшийся в семьсот двадцать третьем году так а здесь у нас в каком году небесном господина 802 года так это 802 года умер здесь погребена будет более крестики крестики здесь погребена балерина анна александровна черь полковника князь александра михайловича обеленского в и и кне 1731 года родившиеся ступишь супружества 9 января 1749 года с полковником тени степановичем бестужевым рюмином и 28 февраля 775 года в москве скончавшиеся вечное сожаление мужу детям и друг я оставшиеся это тоже железо в москве здесь вот такой символ просто глаз в треугольнике и череп 826 год 826 год деревне вот интересная а и и и и и и Семьсот девяносто пятый. И вот такой символ еще. Кончаж 29 день июня 1800 какого-то то ли тринадцатого года. Восемьсот тринадцатого опять вот такой интересный крест 1711 году декабря 25 дня. И вот такой вот знак. Восемьсот тринадцатого 1776. И вот это все железные плиты. Там каменные, а это металл. Это плита просто, да? Надгробие. 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 Это металл. Опа. Это вообще наши плита, это арабская вязь. Это арабская вязь. Нормально. Это времен Ивана Грозного. А как она туда попала? Ну, она тут где-то лежала. Вряд ли ее привезли сюда. Арабская вязь. Ты вообще понимаешь, что это такое? На шапке Мономаха, которой короновали русских царей, находится арабская вязь. То есть вот точно такие же символы. Ну, это, конечно, интересно. Сейчас я это все еще зафотографирую. Ну, и тут такие камушки. А вот что ты делал, ты меняешь? Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Граба исчезает, битва исчезнут. Гринь и битве, от меня не оживи, благовестницы и сверху цитет. Гринь и битве, от вас радости, благовещения, воскресения Христова. Гринь и битве, от меня не оживи, благовестницы и сверху цитет. Гринь и битве, от меня не оживи, благовестницы и сверху цитет. Гринь и битве, от меня не оживи, благовестницы и сверху цитет.